А хотите халяву в Марокко? Вот она. Большой, огромный, глубокий бассейн С теплой минеральной водой С 6 утра до 9 вечера Светает здесь 8 сейчас и заходит солнце 8 То есть от заката и до рассвета Сидихарасэм в 20 километрах от Феса Ничего не может быть лучше Ну а чтобы добраться туда, я выбираю, как всегда, самый не туристский путь Поезд от станции Фес Отправляется в 10 утра Вообще каждые 3 часа ходит примерно По ненапряженной, неэлектрифицированной ветке Но в 10 утра наиболее удобный вариант Отправится, следующий идет только в час Итак, 10 утра, поезд Фес Беньянсар, одна остановка Первая же станция Сидихарасэм 23 минуты в пути по расписанию Цена билета 17 дирхам Полтора евро примерно Сидихарасэм Трансферасэм Трансферасэм ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот я и прибыл на эту станцию Вышел я один На станции никого Некий работник вышел и открыл мне дверь Чтобы я прошел сквозь вокзал Хотя я мог спокойно и обойти Тепловоз в этот момент сломался Ремонтировался минут 10 А я ждал Чтобы посмотреть отправление Как это выглядит И обратный поезд будет в час 07 Будет в 15, 17 и в 6 часов Посмотрю по ходу на котором из них возвращаться Ну а как обычно бюджетный вариант Предполагает 2 километра еще пешеходной прогулки До источников Сирии Хроса Дорога туда шла в гору Поэтому я не снимал Поснимаю прогулку на обратном пути А вот я уже и пришел В этот оазис Вот они источники горячие И тут эту воду и пьют И заправляют с собой в огромные канистры И купаются в ней Ну вот вид отсюда меня сначала расстроило Потому что большая часть бассейнов без воды И большая часть вот этих Была закрыта этих учреждений, заведений Пока я не нашел наконец один Тот самый Бензах Сидихарасэм с бассейном наполненным Удивился работник, что я хочу поплавать Отправил меня туда Никаких плат на входе не было То есть я первые 2 часа купался бесплатно Пока наконец не отправили Кого-то ко мне Кто собрал с меня 50 дирхам Итак, в 20 километрах всего от города Фесс Находится городок Сидихарасэм Который знаменит своими термальными источниками Эту воду и пьют И в ней же и плавают, и купаются Ну, в ноябре для местных холодно Поэтому в бассейне я один Что прекрасно Вода теплая, приятная Минеральная 50 дирхам Пришел человек и взял с меня То есть около 5 евро Что-то с 4 копейками Плавается великолепно То есть большой бассейн, глубокий Соответственно, нет ничего лучше В такой день Как провести здесь В минеральных источниках Ну, а местные пользуются этим заведением Зимой как рестораном Приятным В хорошем парке, красивом И подходят фотографироваться К этому бассейну Он у них зимой декоративную роль играет Пока только не приезжают Такие товарищи типа меня Которых это все устраивает Температура и воды и воздуха Сервис отличный Много души Раздевалки большие Очень удобные Души тоже с этой же теплой водой Все очень приятно Просторно И очень чисто А это я уже иду обратно Осматриваю другие Такие заведения Вот тут обещано Закрытое пространство Закрытый бассейн С температурой 34 градуса Покрытый, в смысле, крышей Но он закрыт Хотя цена написана такая же Было бы, конечно, и, наверное, приятнее Ветер бы не обдувал Мокрое тело И не холодил бы меня Вот, ну, а Тем не менее Вот он тут такой есть Цена тоже 50 дирхам Накрытый крышей Бассейн с теплой Минеральной водой Сили Харасен Покрытого А на всех открытках и в гугле изображают обычно вот этот бассейн, когда он открыт, с этой платформой обычно полон людей, самый первый, самый близкий к парковке, самый большой бассейн, пожалуй, но он сейчас тоже пуст и закрыт. Рынок, тем не менее, работает, развлечения для местных работают, прогулки на лошадях, на пони и на верблюдах, и рынок сувениров большой, богатый, красивый, но в основном, насколько я понял, пользуются местами, это типа оазиса, типа придорожного такого пункта отдыха, с большим количеством ресторанов, закусочных и даже отель есть. А это я уже снимаю пейзажи по пути обратно на железнодорожную станцию, 2 километра, как я уже говорил, виды красивые, как раз вдоль этой речки, теплый. Продолжение следует... Ну и вот я снова на станции, жду поезда на 15-17, опоздал он почти на 40 минут. Впервые вижу такие опоздания в Марокко, но, скорее всего, связано с тем, что эта ветка неэлектрифицирована, тепловоз вот при мне даже сломался. На станции билеты не продают, сказали, купишь в поезде, что я и сделал, и вот уже возвращаюсь в Вес. 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 Прибытие конечная станция Вес. Всем пока.